Для лучника, безнадежно зараженного романтикой средневекового оружия, арбалет должен быть ответом. Спортивный арбалет легче сделать, чем действительно хороший длинный лук, и гораздо легче стрелять точно. Стоимость не должна превышать 4-5 долларов. Сила арбалета, подобного тому, что изображен на рисунке, неизменно удивляет тех, кто не знаком со стрельбой из лука. В одном испытании он выстрелил болтом не только через толстый телефонный справочник, но и через 3-32 кусок листовой стали. Такое мощное оружие всегда должно использоваться с предельной осторожностью. Обрежьте пружину Остина с помощью рашпиля или шлифовального круга. Вырезать строку с канавками 7-32 в виде крысиного хвоста. Изготовите гайку и спусковой крючок. Слоновая кость делает самую лучшую гайку отпуска. С заменителями являются алюминий, латун, бобит или фенолформальдегидная композиция. Если старый бильярдный шар вам доступен, его можно повернуть вниз на низкой скорости между верхней, с помощью напильника, заточенного как инструмент для разделения. Сделайте надрезы на струне и спусковом крючке, как показано на рисунке. Отрежьте спусковой крючок ножовкой и закончите напильником. Длинный спусковой крючок необходим из-за давления на гайку. Это давление также требует использования пластинчатых латунных подшипников, как показано на диаграмме, для оси с выпускной гайкой. Склад. Шток отрезан от грецкого ореха 2 дюйма на 8 дюймов на 27 дюймов. Твердая древесина предпочтительнее, потому что она легче подается точному нарезанию канавок. Подготовьте заготовку в соответствии с чертежами, обозначив отверстие для осей спускового крючка и спусковой гайки. Отрежьте паз болта с помощью фрезы или пилы. Сделайте первоначальный разрез неглубоким, а затем увеличьте его с помощью напильника для крысиного хвоста 5 дробь 16 дюйма. Выпилите выемки спускового крючка. Отрежьте пластины с тремя лука из латуни первым, как показано на рисунке, и подпилите пазы, увеличив их по мере необходимости, чтобы они соответствовали арбалету, затем установите их на приклад. Когда они плотно поместятся в своих углублениях в прикладе, отверстие для 14-дюймового болта, который крепит стремена и лук надежно на месте. Согните с тремя, чтобы удержать загрузочный домкрат из проволоки 3 дробь 16 дюйма, и установите его в носовые стремена. Сформируйте приклад с помощью ножа для рисования и рашпеля. Обведите ствол с обеих сторон канавки, чтобы уменьшить трение о струну. Установите стыковую пластину перед тем, как обработать приклад лаком или маслом. Домкрат для натягивания тетивы Из-за прочности стальной пружины необходимо иметь некоторую механическую помощь в оттягивании тетивы назад, чтобы зацепить ее загрузку. Он сделан так, как показано на рисунках, и используется так, как показано на рисунке. Болт Болты могут быть изготовлены из коммерческого дюбеля 5 дробь 16 дюйма коммерческого дюбеля или путем строгания углов от 11 дробь 32 дюйма квадратов древесины и шлифования по размеру в патроне. Лучше всего подходят березовые или еловые дюбеля. Поверните или обрежьте плечи для целевых точек или свай. Их можно приобрести в магазинах спортивных товаров или у торговцев принадлежностями для стрельбы из лука. Закрепите клинч на месте с помощью центрального пуансона и отрежьте дюбели на длину 9 дюймов от кончика до приклада. Отшлифуйте приклад диаметром до 14 дюймов, для тетивы не требуется. Для оперения болтов лучше всего подойдут индюшачьи или гусиные перья. Используйте самые жесткие муховые перья крыла. Выберите три пера из одного крыла птицы, то есть все правые или все левые. Положите перья на доску, держа ровно под вытянутым большим и указательным пальцем. И отрежьте ребро почти на уровне лопасти, используя острый нож. Затем держите лезвие как ручку, направьте его, проведя вторым пальцем вдоль плоского ребра, и отрежьте лопасти полосу ребра 1 дробь 32 дюйма вместе с ней. Еще один простой метод заключается в следующем. Срезать широкую часть пера другим способом. Три готовых пера обычно можно выдергивать из его бумажного корневого тягумента, вырезанного из самой широкой части одной лопасти. Ребро. Это делается путем постоянного вытягивания, ребро обрезки перьев для придания формы и увлажнения удерживается в одной руке, а лопасть – в промежутке между слоями влажной газеты. Нанесите горячий клей тонким слоем на основание пера, положите его на стержень и подержите на месте некоторое время. Когда клей застынет, снова слегка отшлифуйте болт и покрасьте его в соответствии с вашей тетива. Это сделано из высокосортной льняной нити, обычно обозначаемой как ремонтная строчка льна номер 6. Получите около 60 ярдов от вашего сапожника. Можно использовать и другие очень прочные льняные нити. Сделайте струну в соответствии с диаграммой и натрите центральную обертку парафином, чтобы уменьшить трение о ствол. Натяните тетиву, сделав более легкую фальшивую или временную тетиву достаточно длинной, чтобы ее можно было надеть на тетиву, не сгибая лук. Наденьте настоящую тетиву на лук, одна петля в тетиве, другая скользит по ветке. Поместите ложную струну поверх истинной и согните лук с помощью домкрата до тех пор, пока истинная струна не будет установлена на место. А теперь выдерни фальшивую струну. Арбалет можно все время держать натянутым. В древние времена спортивный арбалет использовался в тетиве.